Дорогие друзья, коллеги, слушатели, сегодня мы продолжаем серию публичных лекций проекта Ага-Хана Чаматавити, университет Центральной Азии, который у нас проходит в рамках формирования межсплинарного дискурса в контексте отношения гуманитарных и естественных знаний. Как вы знаете, что лекция у нас носит центральный азиатский характер. Мы уже провели после ковида, после такого небольшого перерыва, начали проводить лекции в режиме онлайн на цифровой платформе. Уже прошли лекции, очень интересные лекции в Казахстане и в Кыргызстане. И сегодня вот нас открывает, мы открываем лекцию, связанную с проблемой, с вопросами образования. Сегодня, как я сказал, предметом нашего обсуждения будут связаны вопросы, вопросы, связанные с инновациями, с инновациями в сфере образовательной системы. И мы знаем, что в условиях информационного общества и COVID в какой-то степени ускорил эти процессы в нашем регионе. Естественно, вопросы адаптации новых технологических систем, инновационных форм подачи для адаптации к новой социальной реальности, они стали достаточно актуальными. И в этом плане, конечно же, вопросы и то, как решаются эти вопросы, эти проблемы на реальной социальной практике в системе образования, будет особо интересным. И в качестве примера у нас сегодня будет достаточно интересная лекция. Выступающий у нас Шахион Уралин Аботович, он является ректором Донгаритского государственного университета. Он имеет степени кандидата технических наук и доктор педагических наук. Вообще все эти дисциплины в какой-то степени создают некую платформу для межрисплинарного подхода в решении, как бы сказать, и в презентации каких-то своих идей. Тема сегодняшней лекции – управление интеллектом и талантами в современных инновационных вузах на премьере Донгаритского университета. И я хотел бы отметить, что Нурлина Аботович является одним из действительно инноваторов в этой сфере. И мой визит и мое видение того, что осуществляется в рамках Донгаритского государственного университета, вызывает большое удивление. И то, каким образом происходит адаптация очень многих интересных таких креативных моделей, которые создаются студентами в рамках социальной практики, которые непосредственно связывают теорию и практику. И думаю, что сейчас мы предоставим слово нашему уважаемому лектору, который более широко и в деталях раскроет данную тематику. У нас будет время для вопросов и обсуждений. Прошу Ваш, Шохион Нурали Наботович. Спасибо. Я по-восточному хотел бы поблагодарить всех тех, которые нас сегодня слушают, родных и близких, одними студентов и преподавателей нашего университета. Ну, с Новым годом, я думаю, что в ближайшее время будет Новый год, новые идеи, новые возможности для всех нас. Дорогие друзья, еще раз благодарю Вас за то, что Вы представили такую возможность представить, которые идеи, результаты наших педагогических экспериментов. И я хотел бы вам представить в результате, может быть, те, которые я не проверил. Я хотел бы, прежде всего, представить наш красивый университет с таким красивым архитектурным комплексом. Наш университет сегодня – это 8 факультетов, 24 каждого, где обучается 9148 студентов, из которых 7229 очного, а стали очного обучения последствий на уровне. Уважаемые друзья, родные и близкие, наши университеты имеют развитие внешних связей более 40 университетов. Университет, кроме граждан Республики Таджикистан обучается 115 студентов в зарубежных странах, из числа которых граждан Узбекистана, Афганистана, России и Турмении. Дорогие друзья, представляя наш доклад, я, прежде всего, хотел бы представить модель предложения мужчинам, что мы представляем каждого студента в своем мировоззрении, это внутренний потенциальный амбаспект развития компонентной способности интеллекта и творческого саморазвития. Эта модель предложена мужчинам. То есть, мы представляем, что каждый наш студент и преподаватель имеет свое мировоззрение, экспрессию, личный протест, любовь, надежда, чувство, смелость, познание, творчество, продуктивность, бассиональность, сознание, любопитство, эмоции, воображение и, самое главное, веро в будущее, выбор, принятие, сочувствие и лидерство. В этом плане уместно отметить высказывание Зигмунда Фрейда, австрийского психолога. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы, прошлое. Единственный человек, лучший, который вы должны быть, это вы, сейчас. На наш взгляд, для достижения максимальных результатов в процессе обучения и достижения успеха, данные же видны руководственные университеты на основе проведения нескольких опытов, изучения опыта многих стран мира, практикуются всем требованиям контрольной способности студента Дангаринского государственного университета. Эти требования, прежде всего, по мере поступления в нашу взгляд и в изучении курса конкурентологии и саморазвития личности, которые они учатся в первом семестре, в этом, в первых требованиях представлены. То есть требование номер один – это осознание со стороны студентов, понимание несущности развития интеллекта в контексте творческого управления времени, то есть надо будет ставить задачи на объявление месяц, год и дополнить рядами новых знаниями и компетенциями. Разработки этих проектов осуществляются в изучении ряда дисциплин. Первого курса мы предлагаем, студенты выбирают, что эти проекты созданы в изучении английского языка или русского, английского языка, в изучении курса личной математики, то есть мы им даем выбор. В этом плане мы студентам представляем различные секвенты успеха выдающихся ученых, миллиардеров, миллионеров. И у нас каждый год мы практикуем общий конкурс, когда студенты, изучая опыты ряды миллиардеров и миллионеров мира, они представляют некоторые проекты, ясно чувствую стать миллионерами, ясно чувствую стать миллиардером, но представляют у них позитиву жизни. И не каждый раз, изучая автобиографию и жизненные опыты этих миллиардеров, они никогда удивляются, что не все миллиардеры были в своем время отличниками учебы. Многие они последние учебы. В частности, секрет успеха Джобса, стива Джобса, есть только один способ преодолевать большую работу. Полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите. Не берите за дело, пусть сначала сердце подскажет его вам. Не позволяйте с помощью чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбро следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают, кто кем вы сапитистат на самом деле. Нужно чаще говорить другим о том, что вы сделали. Конечно, не надо навязывать это, быть самодельным или панатент от себя. Это лишь откопывая людей. Требования номер два. Основнание у необходимости владели несколькими натуральными языками, так как Таджикстан ведет политику открытия дверей, в результате которого каждый студент имеет возможность обучения в зарубежных странах. В этом плане при допуске к экзаменам мы даем дополнительные базы студентам, где они свои проекты будут представлять либо на английском, на русском, либо на китайском. У нас изучают немецкие языки. То есть, чтобы у них создавать мотивационную атмосферу, на каком языке лучше мне представить эти проекты, и какие баллы дополнительные обложения иметь при сдаче финальных экзаменов или промежуточных аттестатов. Мы проводим в этом плане деловые игры. Один из примеров, которые мы представили. Значит, представьте себе возможный случай из жизни после того, как вы подали свои документы на конкурс по объявлению для того, чтобы вы заняли должность менеджера по продажам на ваш электронный ресурс. Поступило сомнение, что вы должны прийти на совместивание строго на значение времени. И после знакомства с вашей семьей, где вы написали, что умеете работать с программой, допустим, один из них в квартире, вам предложили в течение пяти минут решить задачу, которая равняется сумме вашей будущей заработной платы. Ну, вот эта формула, где это представлено, мы проводим деловые игры, потому что иногда много студентов, поступая в музыку, да, действительно, они математику видят с точки зрения, представляют с точки зрения формирования новых знаний, а здесь это применение элементарных навыков в математике и таким образом. И нас удивляет, что иногда представляют такие задачи вроде простей. Даже те, которые поступают на службы тактических конкурсов, при решении этих задач, иногда они затрудняются. И, естественно, эти времена и рамки, которые завязаны, зависит от 15 минут, представляют определенные активность студентов, они хотят показать свои конкурентные качества. Этот опыт представляет определенный интерес для нас. Но так как я в свое время за 45-го разформировали конкурентные способности, я вместе с студентами радуюсь, ведь они сегодня добиваются этого успеха, ведь они огорчаются, это вообще дорогие друзья. Конкурентные правительства формируются каждый день, каждый час, то есть каждая минута. Требование номер 3. Управление им за обмен знаниями в области компьютерных технологий, я думаю, что особого открытия здесь нет, но студенты должны свободно пользоваться студентским электронным правительством. В прошлом году один наш преподаватель защитил диссертацию именно по управлению студентским правительством, в котором мы сейчас работаем с некоторыми грузами Украины и Российской Федерации, готовящимися решить эту программу. И мы хотели бы в этом плане достиг такого результата, чтобы создать виртуальное икространство для взаимодействия, с работодателями, но в этом плане у нас не имеет результата, который обнадеживает, что действительно в этом плане мы можем оставить более сложные задачи. Да, 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 вот сейчас отлично, спасибо. Так, ну в этом плане секрет успеха великий Билл Гейтс, он тоже изучает своих конкурентов, не придавайте значению успеху, либо это переменчиво, ну то есть вы, разве сами знаете, когда вы были в нашем университете, вот такие секретные успеха у нас есть либо ожидали, вставали свидетель, выбираем, они представляют для себя вот такое виртуальное пространство, какие качества у Билл Гейтса, у Шварц-Лидера, у Рудаки, у Фердовси, то есть у них есть возможность каким-то образом эти качества как бы моделировать. Естественно, конечно, в Украине есть амбициозные, когда ставят задачи, человек, прежде всего, полноинформировать свой характер. И каким-то образом потом, если они хотят создать модели будущего, но в этом плане тоже, потому что если мы изучаем те имени и дисциплины, обязательно в рамках изучения каждой дисциплины есть учебы, которые внести огромную плавность в медицинский, например, допустим, педагогики, психологии, они оттуда тоже берут эти качества. И требование, четвертое требование, которое мы представляем нашим студентам, это осознание, формирование успешной личности, где студент не временно может учиться и во взаимодействии с работодателями свободного института, дообриятную осеньку ситуации и проанализировать спроси и предложения на специальности. Отрано, что мы действительно взаимодействуем, что мы живем в нашем медицине, находится в Дангарице, где у нас в свободной экономической зоне, где строят очень много таких совместных предприятий. Где-то в одних предприятиях есть медицинские, там великие китайские компании, у нас есть и компании других стран, итальянские есть, значит, и у студентов есть определенный мотив изучать те или иные дисциплины, и, естественно, там ознакомиться с некоторыми более сложными требованиями работодателей. Мы с ними заключили договор, и они, значит, регулярно посещают наше медицинское и представляют свои требования, каким образом, если вы хотите действительно работать в нашем предприятии, организации, кроме тех знаний, которые мы имеем, на них мало будем обращать внимания, а вот эти знания, они будут обязательными для того, чтобы вы начали работу, достойную работу, допустим, в том, как и в одном предприятии. Этот опыт позволит нашим студентам, значит, при выборе основных и элективных дисципли, ну, делать более успех, который успех, который с каждой жизнью, он опыт набирает и успех делает. Вот в этом плане, значит, это модель Андреева, Валентина Ивановича, идеальная модель контрольной способности личности, мотивы и ценностей ориентации, которые студенты они раздают, значит, они, естественно, они фармируют, каким образом фармировать эти мотивы, допустим, мотивы и ценностей ориентации, это четко стены и ценностей ориентации, осознание приоритетов, аминсионных, сравнение к лидерству, оптимизм, глубокий интерес к делу, ориентация на здоровье, образ жизни, ну, нравственная ответственность, ну, то есть мы студентам представляем, так как они изучают философию, допустим, культурологию, мы нашим студентам, значит, преподавателям предлагаем, что будет даром, помимо тех основных теоретических положений, но еще где-то обратить внимание на эти качества, ну, и мы там и то сразу, изучаем философию, конкурентологию и других, значит, дисциплины. Мы это тоже внедряем в этом плане, потому что изучаем только одной дисциплине по конкурентологии или по русскому языку, или по другим другим, и с этим не добились таких успехов. Но пока идем, медленно, где-то делаем определенные успехи, породим, анализ, создаем разные модели, каким-то образом, что на самом деле, мы создали Центр управления проектами при нашем университете. В прошлом году Центр, мы сейчас Банк идей создавали, Центр управления идеями студентов, я покажу вам потом некоторые все аппликаты. То есть, студенты, мы студентам поощряем за то, что они хотели высказать какие-то интересные идеи. У них там есть специальный баланс, мы даем за хорошую идею, пусть еще не реализовывали, пусть такой амбициозный, пусть еще виртуально может быть иногда недостигаемый залеток. У нас вот сейчас идет сессия, студенты бегают, где-то фиксируют свои идеи, для того, чтобы каким-то образом, потому что это, во-первых, делает это определенные мотивации студентов, и мы считаем, что это некоторое антикризисное управление. По части этого где-то можно будет и вопрос и кажется, потому что студент знает, что если у него какие-то идеи, хорошие проекты, то есть, это изобретение, пусть будет на самом уровне студента, какие-то инновационные проекты, за это мне определенные баллы дают. Лучше студентам бегать, какие-то идеи, даже кому-то угодить, или каким-то образом формировать характер такого более прессового членового конкурента. Но вот мы студентами знаем, что временами надо будет как только увидят много шверстнега, секрет успеха показывают, дорогой мой, посмотрите, какая ночь шверстнега, обращаясь к вам, в свой успех, как им говорят. Вот такой смертный если ты сильный человек, то ты ищешь и находишь возможности там, где другой отпускает руки. Принимаешь обдуманные решения, постоянно и осознательно возводишь дорогу к своему успеху и в то же время как любой другой ждет, когда успех найдет его самого. Задаешь правильные вопросы. Не обязательно обладать монтастическим талантом это девятое, но всегда находишь способ максимально реализовать потенциал. Это для тех студентов, которые мы говорим о том, что необязательно чтобы один осенки были только на уровне четверки, пятерки, а минус. То есть очень важнее даже напоминает, что необязательно обладать фантастическим талантом. Но не каждый может. 100 студентов не обладать дружим. Но не всем обладать фантастическим. мы это даем и они тоже отсюда берут какие-то идеи, создают какие-то проекты, хотя не жаловишься, это личная трата сеть. Допустим, это можно делать какой-то проект, инновационный проект, инновационный проект, и вот студент начинает с разных сторон, как разъясняет сущности вот этим сказанным. Требование номер 5. Осознание важности и актуальности умения разработать и представить инновационные творческие проекты по специальности во взаимодействии с преподавателем по двум требованиям. Освоение и получение по специальности получать требования и возведение работодателей. Эти проекты в прошлом году друзьями представили гостям, когда у нас был проект, у нас 5-го с 7-го до 12-го декабря в университете проводим, когда все наши студенты участвуют. Это называется выставка представлений достижений студентов учебных, научных и этих ов. Каждый студент обязательно участвует в этом конкурсе. Оттуда они представляют свои проекты и студентам для студентов, которые обучаются на договорной основе. Это один битсертификат, для студентов, которые обучаются на основе государственного бюджета и другие битсертификаты. Но здесь требования немножко отличаются над одной, вместо ведут это с точки зрения справедливости, потому что те студентов, которые обучаются государственные средства, они менее замучены обучения в ГУЗе, между тем, которые обучаются на договорной основе, надо помочь родителям, надо много проектов времени. Мы при нашем университете создавали биржу свободного труда и развитие предпринимательства, которым студенты после занятия обязательно занимаются. И мы условно нашим студентам как бы представили один такой проект. У вас есть действительно физическое день рождения. Вы когда-то родились, 5 февраля 90-го года. Мы говорим, у вас новое день рождения. Если вы хотите отметить его день рождения, который стал взрослым и актуальным и интересным, то есть это день рождения, который преподносит родителям хотя бы один сомненный. Вот это новый день. Это день рождения уже человека с другим мировоззрением. Формула речи на михандабры. Это человек, который уже может осваивать один самостоятельный жизни. То есть это формирование светлое будущее, счастливое будущее. И поэтому иногда студентам говорим, когда родился. Это одно дело, другое дело, что день рождения взрослого, конкретно способного, который родителям уже принесли. один сомненный. Это не то, что стимпион, который миллиард принесли. Один, что пять сомненный. Оно все этого дня как бы формировать у себя совершенно новый образ жизни. я родителям первые третьего периода 2021 года вот я заработал, я сомненный, родители металет и мы потом берем действительно у этих родителей, иногда мы говорим, если действительно мы пришел в условиях информационной безопасности, чтобы студент никак не обыгрался действительно, мы спрашиваем, что они принесли подтверждение родителям. Но как бы родители не любят своих детей, я думаю, что в этом плане они будут честными, что действительно их умнее, интереснее те, которые делают. Но в этом плане для того, чтобы вот это дерево в этом плане еще Николай Гаврид Чернышевский пишет, что будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближите его, переносите из него то, что я только что об этом говорю. Требование номер шесть. К студентам оценки активности приобретенных и приобретенных компетенций в рамках реализации управления знаниями и интеллектами оказать консультативную работу с работодателем и обрести дополнительные знания. В этом плане мы начали представить нашим студентам те студенты, которые, допустим, у них сертификаты, вот некоторые, допустим, после обучения из зарубежных стран возвращались, особенно из Китая, российские федерации, у них сертификаты, мы не представляем возможность до 70 студентов, потому что всем звезд, это у нас для признаки, и как же. Значит, мы даем возможность, чтобы студентам они вели определенный тренинг. Если я знаю, допустим, решение квадратного уравнения, обучаясь другому, за это они получают определенный балл преподавателя. Так, если я, значит, умение есть интегральные изчисления, то тогда обучаю студентам только, ну, своим равнистикам, до семи. Это то, что у нас в лагере исполнить, и всем звезды здесь, это корона. Семи завезли. Поэтому мы все брали основу. Если студенты и другие пожелают, действительно, ну, среди что, что под грехом стоит, 24 лет, многие студенты обращают внимания не математику, физику, в основном у них другой тяготень. Я уверен, что на многих и во всех наших друзей есть студенты, которые не владают элементарными знаниями, и которые знают конечные знаниями. Вот, пожалуйста, мы тоже парнируем у студентов желание. Если у них нет свободное объединение, это называется создание команды победителей. У нас в университете это называется команда победителей, метрик студентов, и этого студента, который ведет тренинг, по Шириане, он заинтересован, он пишет объявления, у нас есть университет, это центр, радио-телевышание, он через радио-телевышание скажет, что у кого есть желание, допустим, по созданию каких-то обучения каких-то программ, более сложных, он свое объявление на то, что требование номер семь, умение проектировать будущее с учетом обучения магистратуры и доктора ПСТ, ищли использовать возможность международных программ, проектов и поддержки талантов со стороны предыдущих. В этом плане мы очень много потом проводим деловые игры. среди студентов проверяют насколько мы получили знания в области математики, экономики. Вот, допустим, есть таких конкурсов много, но это с поощрением. определенные гарантии собирают два однокурсника хотят купить карты для принтера. Первый студент говорит тому, если ты дашь мне две трети своих денег, то я могу заплатить его цену. второй ему отвечает дай мне тридцат твоих денег, тогда я заплачу его цену. Сколько у каждого денег, если карты стоят 24 плюс и евро. производные слова определяем для каждого кандидата индивидуально. С первого взгляда это простой пример. Это насколько сложно, иметь, это потом идет закалка умов. Значит, начинает все что-то не получается. Ну, такие примеры очень много этого времени для того, чтобы посмотреть, потому что мы приобрели книгу японскую систему в закалке интеллекта, формирования интеллекта, и студентам представляем примеры оттуда, чтобы у них больше было доверие к этим задачам, потому что, говоря, что Япония такая высокоразвитая страна мира, относится к высокоразвитой стране мира, если они решают такие задачи для формирования интеллекта, давайте попробуем, потому что значит мозг человека и для средства, которые на планете эту планету это 1400 грамм, 1 килограмм 400 грамм в среднем, то есть если посмотреть на юного француза, значит те, которые живут в Южной Корее, в своем планете, где-то так в среднем, где-то 100 миллиардов значит такие связи аксонов, какая разница тогда, значит надо возможность человека одинаковые, только формирование, то есть среда, на средах которой человек даже парни выгодит знания, они не пускай отличаются, поэтому они делают вообще успехи, но в этом плане мы рекорды Гиннесса тоже проводим студентов, представленные с учетом всеми требованиями конкуренных способностей, достигаются, на наш взгляд, достигаются путем решения таких задач, обучение студентов младших новыми образовательными технологиями. Это с первого курса, то есть это преподавание курса конкурентологии и саморазвитив личности, которые студентам мы уже преподаем. При изучении разных дисциплин мы вот эти требования конкуренной способности представляем нашим капеллером, чтобы они тоже параллельно определили перечиняли эти занятия, самосередные занятия, чтобы они тоже учили эти требования. Воспитали привычки эффективно использовать свое время. Обучение молодых людей технологиям выбора карьеры и жизни в селе. Воспитали современные организации культуры, освоение технологий самобеспечения личной конкуренной способности, то есть на взгляд ректора и одновременно обладательной мечтой митрикции. То есть эти критерии мы создали при управлении мужчином. То есть у нас в структуре университета мы создавали разные отделки, чтобы они формировали эти контенции студентов. То есть где-то есть, допустим, у нас центр управления интеллектом, центр управления идеями, центр управления конкуренной способностью. И на наш взгляд управление знаниями, основанными своими требованиями конкуренной способностями, изучали опыт института лекции. И в Белоруссии первоначальные слова. Мы студентам рекламируем. То есть с первого курса дают 10% развития интеллекта, знаний, приобретения знаний. Наглядные демонстрации где-то 30%, обсуждение где-то 50%, практически занятие 70%, и самое главное обучение других это 90%. Поэтому первоначальную идею, что мы студентам объявляем конкурс, если вы знаете, хотя бы допустим, решение логеропического уравнения, если вы можете обучить еще семи, или до семи этих студентов, которые искренне делали, то доставили, то тогда именно эта идея именно с этой пирамидой. Потому что студент обучает других, у него формируется долговременное знание, потому что есть 10% это всего лишь долговременная память, коротковременная память, но вокруг этой пирамиды очень многими качествами всем преподавателям университета и т.д. У нас есть пятая ремония по отношению к преподавателям и сгадиме, мы тоже понимаем, что у всех академических журналах, академических журналах, которые студентами делаем, каждый день проводят занятия, эту пирамиду мы тоже туда включили, для того, чтобы каждый раз перед грозами фигурировало вроде этого очень простой на первых взглядах первых но на самом деле, потому что если студенты выполняют творческие проекты, практические занятия, то у них такие знания, поэтому студенты лучше будете готовить к выполнению различных творческих заданий. На наш взгляд, управление интеллектом и талантом современных и научных вузов, имеется в виду на примере нашего университета достигается следующим образом. Особое сочетение несовременностов социального и общего интеллекта, сплава логики и интуиции, добавлено как семестровых заданий, как конкурсных заданий, преимущественно, синтетическое, аналитическое и практическое стиль перемышления, способность выделять причинно-следственные связи и главное звено, ухвативающий зад, которое можно решить ту или иную проблему в интересах своей организации, имеется в виду для саморазвития, умение выстраивать организации нашего университета, умение выстраивать процессы развития и последствия ситуации связывать с деятельностью организации нашего университета и принимать адекватные управленческие решения, понимание интересов, мотивов и психологии людей, студентов и преподавателей, умение подбирать кадры на ключевые позиции, сплачивать и направлять усилия на решение заданий в стоящих перед организацией. Мы очень тщательно, мы два-три года работали, каким образом подобрать молодежь в основном те, которые будут управлять этими центрами управления интеллектом и управлением знаниями в нашем университете. Во-первых, мы дали им возможность, чтобы проходили несколько курсов в городе Душанбе, но по большому сожалению, после того, как эти последние события с расстрелением болезни, страшные болезни COVID-19 мы не смогли в этом году, но те, которые у нас управляют, которые проходили в свое время Болгарию, они просто перешли, владеют допустим английским языком. Мы в городе, душа, мы сейчас есть британские центры, они там проходили, сначала мы дали возможность получили эти сертификаты, потом мы их назначили на эти центры управления интеллектом, то есть работать со студентами, то есть мы обратили на это внимание тоже на возрастные цели, чтобы мы были приблизительно одинаковые восприятия мира, с учетом того, что действительно это рейт управления интеллектом. Но это дело сейчас мы продолжаем, сейчас мы с многими студентами заключаем мини-контракт, то есть мы в прошлом году финансировали нашим студентам, если три у наших студентам они проходили везут, то есть у них была возможность создать несколько таких компьютерных программ, они сейчас своими однокурсниками организовали эти курсы как бы разработки программ, что в этом году мы намереваемся, чтобы мы объявили годом поддержку таланту и мы хотим, чтобы наши университеты в этом году обратили внимание больше на программистов, то есть мы хотим в университет программу поддерживать поиски будущих программистов, хотя начинается ангел этого программирования и получает для более сложного уровня, потому что вы знаете, недавно у нас были президентские выборы, уверенная победа нашего президента, уважаемый Мадир Ахмон, дает возможность всем вузам думать по-новому, каким образом потом еще у нас политика открытых дверей, таким образом разработать программы связи со внешним миром, со многими странами мира, есть уже президентская программа, что за семь лет будут отправлять в зарубежные страны более сорока тысяч молодежи Казахстана, но получается, что каждый год где-то пять с половиной, в этом плане мы тоже проводим определенную рекламу, разъяснительную работу нашим студентам, что дорогие друзья будет возможность будет президентская программа, вы можете ползаться президентской программе, чтобы обучаться в других странах мира, в том числе в странах, в которых мы имеем тесные связи, уважаемые, и Казахстан, и Киргизию, и Уссекистан, значит, Российскую Федерацию, Беларусь и других, но мы еще раз, вот, начиная, заканчивая управление интеллектом, я хотел бы еще раз поблагодарить фонда Кахана за то, что действительно очень много помог в свое время у нас здесь семинар на высочайшем уровне, где наши преподаватели, где-то около 40 наших преподавателей, они были достойны этими сертификатами вашего фонда, они были вдохновены, они до сих пор боятся этими сертификатами, я думаю, что с этой точки зрения университет разработает несколько моделей, мы раздаем студентам, то есть мы представляем, кого мы ждем, то есть дипломами, которые последний день университета, когда у вас будет каким образом, с какими знаниями вас будут ждут, ожидают, то есть это опять виртуальная моделирование, то есть это конкурентоспособные специалисты новой формации, призвание обеспечения новостей развития каждой из отраслей экономики Казахстана, включающей в себя выбор моделей управления, разработка и реализация развития человеческого ресурса и капитала, рациональный выбор моделей местоконечных связей отраслей экономики, умение работать в составе команды и реализовать идеи командообразующих методов достижения поставленных целей. То есть, если у вас будет диплом, бакалавра, магистра, то есть ждут заводододатели, ждут, что это конкурентоспособности специалисты новой формации, призвание обеспечить достижение программных целей, достижение конкурения в качестве развития инфраструктуры каждой экономики, присматривающей умение управлять знаниями, инновациями, своими знаниями, умениями и навыками обеспечить устойчивый рост инновационной экономики на основе реальной интегрирования экономики стран в условиях ВТО, участие в различных полах международного сотрудничества. Если у вас будет диплом бакалавра, магистра ПИЗЛИ, конкурентоспособность специалист новой формации, призвание обеспечить управление знаниями во всех отраслях экономики в плане создания нового производства, рационально использование человеческого капитала, сумение проявить адаптичность массы системного альтернативного и альтернативного мышления в подождении заданной цели. Конкурентоспособность специалиста новой формации, призвание обеспечить технологические совершенства страны и развитие экономического потенциала, основанные на совершенствовании подготовке рабочих техников и специалиста реквалификации и альтернативного экономики, развитие различных форм малого инновационного предпринимательства, эффективного использования земельных ресурсов и альтернативного и альтернативного конкурентоспособности и специалист новой параметки. Если у вас будет диплом, призвание обеспечить управление талантами и при этом уметь применять сами современные методы и модели менеджмента самих разных стран мира с учетом менталитета и национальных традиций, методов воспитания и влияния на мотиве и мотивации персонала. Конкурентоспособность и специалисты новой параметки призвание стать основой развития человеческого капитала, обеспечивающей прежде всего умение осуществить программу постоянного обучения налогового предприятия терпиминга, фирм, корпорации, умение разрабатывать различные инновационные и инвестиционные проекты по заданным целям развития отраслей, особенно осуществление проектов для инновационного развития. Конкурентоспособность и специалисты новой параметки призвание обеспечить управление и рационально использования времени в воспитании управления инновациями, управления знаниями, управления интеллектами, талантами в соответствующих сферах профессиональной деятельности, осознать свою приверженность и ответственность перед страной ради расслужения прогресса и развития. Конкурентоспособность и специалисты новой параметки обеспечивают повышение качества жизни населения на основе рационального использования финансовых средств путем обоснования и моделирования процессов поиска путей различных форм привлечения инвестиций как в сфере человеческого капитана, так и в развитии отбросей экономики, постоянно заниматься самосовершенствованием, изучать опыт мнения развития странных и применять их трудовой деятельности, с абриканным участником реализации моделей постепенного осуществления уровня бедности, осознать гуманистическую составляющую увеличение тенсионного воскресения граждан, стать не только реальным участником развития индустрии и туризма, но и активным рекламодателем туристического отношения Таджикистана с зарубежными партнерами, особенно международными, с учетом национальных интересов Таджикистана и охраны природы среди, развития научно-технического потенциала в всех регионах страны, конкурентоспособные специалисты новых формаций, призвание создавать интеллектуальные организации, уметь разрабатывать профессиограммы для работников и соответствующих структур и на конкурсной основе уметь подбирать персонал, разрабатывать для себя и работников, выполняющих различия функциональной объединения, поэрерархи, подчиненности, модель саморазвития и постоянного обучения для достижения конкурентоспособности при реализации поставленных целей, уметь проявлять лидерские качества, иметь системные вариативные альтернативные действия, осознавать свой взгляд и ответственность в развитии Таджикистана как патриота и важного субъекта интеллектуального потенциала страны, развития Таджикистана имеется в виду Таджикистана, которые имеют близость с другими странами мира, которые имеют миролюбую политику, которые мы уважаем и убью наших соседей церкви, которые сотрудничают с нашей страной. Я уверен, что представляю этот доклад, но это первый вопрос с вашим фондом, поэтому где-то я может быть опережаю некоторое время, чтобы ответить, если будут какие-то вопросы, ответить. И самое главное, я хотел один проект представить нашим друзьям. У нас, вот я хотел представить, что это нато английском, но это педагогика успеха и творческое управление времени, то есть для реализации тех людей, которые у нас в университете мы это делаем. Вот это базовая книга, это автором, который является лектор сегодняшний. На основе опыта здесь в заключении я нескромно написал, что автор гарантирует, что по подобной тематике не существует книги. То есть здесь авторское право, как-то я не могу представить. Есть конкурентология и саморазвитие личности. Значит, это на русском языке и на таблицком, но они являются идентичным переводом. То есть они немножко по содержанию отличаются, потому что я не хотел, чтобы администер дипломатик как выигрывали в этих двух книгах. Так, мы даем студентам и представляем поиск каждый год. Мы в присутствии этих родителей и работодателей дадим почетный титул признания таланта студентам. Где этот почетный титул таланта в зависимости от тех проектов, которые начали студентам на стране, либо эти студенты могут пользоваться работами при задаче итогов этих экзаменов, либо определенный кранцин уменьшаем в кранцин, это имеется в виду стоимость обучения в университете. Это зависит от если он будет обладателем этого титула, то значит либо он будет иметь в годы отчасти того, как он сдает экзамен, потому что есть степень получает, а это во время подачи документов магистратуры, там где это средний балл должен быть высоким, но не менее 267. Кроме этого мы студентам раздаем студенты на конкурсной основе, это для тех, которые на основе государственного бюджета, которые получают эту цепь, а те, которые на основе договоров, которые получают эту цепь, на основе договоров, которые действительно пользуются возможности предпринимательства свободного труда студентов, которые имеют определенный успех. Я хотел бы пользусь в случае, как автор, намереваюсь в ближайшее время разработать программу среди тех, которые желают педагогику успеха, эуристическое и педагогику успеха. Эуристическое и педагогику вдохновляют наших студентов, чтобы они радовались своими успехами, как-то они могли это передавать другим, то есть это имеется ввиду дух радости, потому что действительно это с точки зрения профессиональной педагогики формировало их характер, и устойчивое, их умение как бы адаптироваться общества 20 первых которые никому не еще объединяют консидентам говорить, но можно иметь 10 дипломов, не иметь работу достойную всюду, везде это на кунку с местной, надо доказать, что вы действительно среди других самые лучшие, самые умные, самые интеллектуальные радости. Дорогие друзья, я завершаю свою лекцию, я благодарю вас. Если где-то сумбурно получилось, я думаю, что это тоже хорошо. Если где-то это было понятно, значит, я очень рад, я очень рад, допустим, я увидел наших друзей, которые действительно с таким уважением ко мне представили возможность эту лекцию представить, но наши муж настолько действительно с точки зрения архитектуры привлекательны, что лектор не имеет права ход на час, минуту как успокоиться, надо что-то делать, что-то представить, студентам, потому что сейчас конкуренция, когда поступают в разные вузы Таджикистана, выменяться выбором, а мы каждый выбором, конечно, мы хотим в том, что иначе выбором, мы некоторые конкуренции нашего вуза представляем по регионам, но дорогие друзья, то, что я хотел бы сказать. Спасибо огромное, Нур Леноботович, за насыщенную прекрасную лекцию, как я вижу, что вы уже продвинулись в этом направлении, с периода, когда мы впервые встречались, я надеюсь, что вы будете продолжать двигаться и делиться с этим опытом с другими университетами. Сейчас у вас время вопросов, прошу вас, вопросы. Я видел по чату был вопрос, прошу вас. Если будут вопросы, я попытаюсь ответить на них. Я вам призываю всех, тех, которые вы действительно слушаете эту лекцию, с Афроя, как они создали общую команду, для наших студентов, может быть, действительно, что вы принимали опыт друга. Может быть, какие-то определить, может быть, с уроки, которые вы представляете эти нам возможности. гульмурот шузиев, вы в сети? То есть, там есть вопрос, чем отличается приведенная пирамида обучения и использования. В общем, люди это не отличаются, то есть, мы пирамиду брали заслу, и максимум реализовали это в рамках изучения всех дисциплин. То есть, мы, во-первых, проводили тренинги с нашими преподавателями и нашим студентам в начале пирамиды представили, что это есть очень знаменитый институт, который, действительно, на основе множества экспериментов они добились этого. И на самом деле, все те, которые реально успешно учатся в вузах, на основе этой пирамиды, я думаю, что они уезжают сразу, что действительно эта пирамида реальная, потому что чем больше студентов самостоятельно изучают, чем больше он работает с интернатурной базой, чем больше он не попутствует, то у него будет более прочный, конкретный знаменитый. Это просто творчески это добавляет во время разработки некоторых проектов. Пирамида учили так же конкурсовка, не тормяющего человека, это не отличается. Творческое значит, это в негде в жизни, потому что значит, пирамиду потребности которые Маслоу предлагал, а пирамиду которые предложили университетам, нам нужно использовать как в этом году. воспитание студента. Берет он сразу, тысячу раз нужно его говорить, он сразу берет, какие приоритеты я должен приобретить, как управлять для него. Оказывается, значит, обучение будет, сколько процентов. Самосердие, он для него является как карта самопознания. Самосердие, самопознание. Еще пирамиды обучения и также опыт. Я не вижу это. Где это? у меня есть вопрос. Я знаю, что вы занимаетесь достаточно долго этой проблематикой и у вас уже есть достаточно опыт работы с другими вузами, как внутри страны, так и за пределами. Есть ли у вас промежуточные результаты? Я понимаю, что любые инновационные проекты, они долгосрочные, они не могут иметь короткосрочный эффект, результаты. Это понятно, да? Но вот этот опыт ваше сотрудничество с бизнесом и различными институтами есть? В третий год мы внедряем, дополняем, внедряем, кое-что дополняем. Да, есть первый опыт. Сейчас отрадно можно в этот по части того, что многие работодатели, то есть в тех предприятиях, которые надо использовать не только программы, но и программы, которые адаптироват к этим производствам. В нескольких этих совместных предприятиях по экономической экономической зоне наши студенты работают, получают высокую заработную плату. Это первый успех. Мы сначала изучали, какие требования у них, потом проводили тренинги у нас. Мы сами нашим студентам мотивировали, они проходили, потом оттуда составляли подать. Это экзамен, мини-экзамен. Но сейчас они где-то работают, это нас радует. Что касается этих других, но самое главное, сейчас любой работодатель ждет, чтобы будущий выпускник владел нескольким. Хотя он мог рекламировать предприятия, но мы рекламном отделе, хотя бы рекламировать возможность тех или предприятия. Поэтому мы нашим студентам обучаем хотя элементарными заказами мультимедийной технологии архитекта, они по-многим школа, по-многим школах, которые с нами сотрудничают, нашим студентам приглашают на работу, чтобы ученикам будут иметься в виду эти азы программирования, то есть использование основных правил программирования. То есть многие студенты наши как это стало главным успехом нашего университета. То есть когда наши студенты начали по-многим образовательным учреждениям этого нашего города, скажем, но пока районно, вот там они начали проводить рекламу деятельность. В этом году, если в 2016 году в наш университет поступали, вне целом обучались 2600 человек, сейчас уже в нашем университете где-то обучаются 9,5 тысяч людей. Вот то, что наши студенты как дали на них определенный зеленый свет, они работали, вот, пожалуйста, это тоже наш успех, они там проводят свои проекты делают, сами с учителями делают, мы же и педагогов готовы, будущих педагогов новой формации, это хороший результат. А плюс к этому мотивация, самое главное, чтобы мотивировать студента, что он всегда благодарен прежде всего самого себя за те успехи, которые он делает, то есть формировать, что я умею, я могу, я умею, я могу, вот вокруг этих, потому что во многих этих студентов думают, что они неспособны, как Шварценеггер говорит, но в этом плане тоже есть успех, то есть как бы формировать у студентов положительный мотив своей деятельности, создание иерархии, потребности в своей жизни, я считаю, это тоже хорошим результатом, потому что мы же, в основном у нас это что у нас, обучение идет, образование идет, воспитание идет, и естественно, это развивающиеся образования. Спасибо. Так, участники, пожалуйста. Нурин Абутович, спасибо за такую презентацию, очень благотворная презентация, я представляю Харусский государственный университет, и у меня такой вопрос, поскольку мы выпускаем студентов именно на рынок труда, есть ли у вас отслеживание выпускников, вот насколько они обустраиваются на рынке труда. Так, насчет мы этих выпускников, ну, делим на несколько категорий, что касается у нас тех, которые обучаются по педагогическим специальностям, они туда в прошлом году из всего выпуска, я сейчас могу 176, но 174, они были трудоустроены, всего лишь двое, недавно там такая была проверка, потому что они на основе государственного бюджета обучаются и три года обязательно должны работать, если вдруг они будут пренебрегать этому представлению, то они должны вернуть те деньги, которые, условно, эквивалентные деньги должны вернуть каждому государству, то есть это республиканские училия у нас. Ну, в принципе, в этом плане у нас хорошие успехи. Что касается других студентов, ну, с третьего, четвертого курса, но мы им даем возможность, если мы говорим, вот в неделю для того, чтобы студент определиться с будущими работодателями, мы, может быть, на неделю продеваем, то есть каждый, как бы, представляет это северство, по разным работодателям, в этом плане я думаю, что и у вас и в многих других странах, конечно, есть проблемы с трудоустройством, но те, которые умны, владеют несколькими языками, кто владеет этими программными комплексами по информационным технологиям, поверьте, они в суд везде трудоустроены. А те студенты, которые думают, что можно просто так получить диплом и найти работу, я думаю, что в суд везде не хватает, они действительно с ним трудно. А у тех таких заинтересованных, интересных студентов во всем направлениям, они трудоустроены. Еще информация. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нуральда Будович, у меня промышленный вопрос пока думают. Вы с университетом Центральной Азии, у вас есть какие-то сотрудничества? Были какие-то совместные встречи? Ну, Саша, мы с Центральной Азии благодаря вас, у нас есть всегда хорошие связи, но последние годы, ну, последние, это вы сами знаете, что какие-то произошли ограничения в этих, но мы дистанционно во некоторых этих, действительно, участвуем в конференциях, но я очень хотел более тесно сотрудничество с нашим ВУЗом. Я думаю, что действительно у нас каждый ВУЗ, это своеобразный Центр, где можно приобрести определенный опыт. Каждый ВУЗ уникален по-своему. Я думаю, что когда-то я в Казахстане, но я когда делал церковь, я в Таразе, был в нескольких ВУЗах, я очень благодарен за многим ВУЗом Казахстана, там я имел внедрение, там очень было. Я считаю, что каждый ВУЗ Казахстана и Киргизии, но по другим ВУЗам, они уникальны по своему, по поиску таких решений, как управлять учебным процессом, я думаю, что можно будет какой-то проект в этом плане. Это красный опыт, потому что, да, можно опыт Евросоюза, допустим, тех, которые по Баронскому процессу, адаптирование процесса этого Баронского процесса, но я думаю, что первым плагманом это были музыки Казахстана, потому что 2005-го это указ Назарбаева, первого президента Казахстана, и эти ВУЗы очень интенсивные поиски, за короткое время они перешли. Поэтому в нескольких этих ВУЗах Киргизии они тоже очень много со многими проектами работали, но я думаю, что этот ваш проект по развитию человеческого капитала, сейчас в 21 веке это самое главное. В 21 веке нужны умные интеллектуально развития люди, которые у них есть самосознание, у них есть определенный жизненный выбор, чтобы могли адаптироваться, не делать большие ошибки в жизни. Нужно быть сверхумным человеком и делать такую ошибку, которая удивит всему миру. Поэтому я считаю, что этот проект Агаханна по человековедению это прекраснейшая программа формирования интеллекта человека, и характера человека, и сердца человека, и ум человека. Поэтому спасибо вам за этот ответ. Спасибо, Владимир Владимирович. Я знаю, что помимо тренинга и семинара по повышению квалификации, который мы проводили совместно с вашими прекрасными преподавателями и магистрантами отдельными, мы до сих пор помним этот опыт, и у нас есть в планах обязательно продолжить наше сотрудничество. Я, конечно же, также хочу вас поблагодарить за то, что вы являетесь одним из ключевых участников нашего проекта по созданию магистрского курса, то есть материалов для магистрского курса «Картина мира Центральной Азии», где участвовали пять директоров трех стран, да, и вы участвовали, кстати, мы опробировали очень успешно этот материал в трех странах, очень эффективно, и сейчас проводится, кстати, в Таджикистане это в Академии наук, Института истории, этнографии и археологии проводится уже второй год, подключился Педагогический университет, так что вы подключаетесь ко многим инновационным вещам, и я надеюсь, я надеюсь, что у нас есть в планах усилить наше сотрудничество с нашими вузами, в частности, конечно же, с инновационным вузом как ваш, и мы обязательно учтем ваши пожелания и постараемся создать эти условия для того, чтобы у нас сотрудничество было более тесным и плодотворным. Владимир Иванович, можно один вопрос? Да, пожалуйста. Нуржа. Да. Здравствуйте. Я тоже со своей стороны благодарна за такую очень подробную, очень такую инновационную лекцию. Нур Алина Бутович, очень приятно познакомиться. Меня зовут Исаева Нуржауар, я из Казахстана, представляю проект «Кахана Человековидения» здесь, в Казахстане. Спасибо вам за теплые слова в отношении проекта. это искренне и очень такая высокая оценка нашей работы. Огромное спасибо. Во-первых, я хотела бы еще раз поблагодарить вам за теплые слова в отношении вузов Казахстана. И в этом отношении это даже, может, не вопрос, а предложение. Если вы имеете желание взаимодействовать, я могу этому способствовать с любым вузом в Казахстане, это раз. Второе, сейчас, вот буквально несколько дней назад по инициативе центра, который возглавляет Олжас Умарович, создана евразийская сеть университетов. Если у вас есть желание, вы можете тоже вступить в эту сеть. это международная сеть. В основном, конечно, сейчас вузы Казахстана находятся в ней, но вот она открыта для всех, особенно центрально-азиатских стран, потому что у нас условия одни, тренд один. Это тоже одно из предложений. УЦА вступила в эту сеть. И у меня такой небольшой вопрос. Инновационный вуз очень рада, какие вы новшества вводите. Хотела бы узнать, в Казахстане есть определенный тренд по эмоциональному интеллекту, эмпатии. Что в этом отношении у вас в УЗИ есть? То есть талант, интеллект это очень высокие понятия, очень нужные, но в то же время вы подчеркнули, что культура, культура знаний, культура пониманий, взаимоотношения, культура взаимодействия. Вот это на сегодняшний день культура коммуникации встает в первую очередь актуальная вещь. И опыт казахстанских вузов показывает эмоциональный интеллект, эмпатия, рассмотрение для молодых немаловажности. Спасибо большое, спасибо за вам, залив. Я благодарю Удачи. Я те слова, которые говорим в адрес вузов Казахстана, Киргизии и других, это самые искренние, потому что действительно там наукционный везде, наверное, мы хотим, чтобы наши студенты стали самыми успешными людьми такого, скажем, развивающего века. Наш университет, я думаю, что после того, как эти ограничения имеются в виду, между правильным смертью, все эти болезни, как будут они сняты, я приглашаю, может быть, наш университет, наверное, в это время будет действительно у нас этот город красных маков, чудо везде, вообще, я думаю, что и Киргизии, и Казахстане тоже есть, но это своеобразие, я думаю, что можно мы вас приглашаем, и самое главное, чтобы действительно студенты могли, наши студенты прикоснулись к идеям, мыслям других ученых, чтобы они действительно как же у них было желание каким-то образом проверить себя в условиях действительно, чтобы знание было, требуется знание, такие конкуренные знания, поэтому спасибо вам большое, вы же для нас родные и близкие, я уверен, что у нас все получится, спасибо вам, не в эту ассоциацию, европейскую, я прошу прощения, я хотел бы, что вы себе отправите нас, это точно, что я сейчас не могу произнести, иметься в виду ассоциация азиатских узлов, да, вы так говорили? Евразийская сеть, да, у нее стимулировка. с огромным желанием, потому что я знаю, что, наверное, здесь это очень много, потому что в свое время я был ректором технологического университета Таджикистана, наш вуз был включен в 200 лучших вузов в стране Сенгей, в этом плане мы недавно проходили первичный этап международной аккредитации, но где-то есть надежда, что, может быть, по второму где-то мы получим, может быть, но первые, наверное, первичные документы международной аккредитации, я очень хотел бы, чтобы действительно развивать связи нашего университета, потому что главная задача любого ректора вуза, любого вуза заключается в том, что максимум представить свой вуз другим вузам, использовать представить свой вуз, использовать возможность других вузов, чтобы студентам было хорошо. преподавателям всегда хорошо, преподаватели и без этого. Самое главное, чтобы мы должны открыть мир, этот мир загадить для студентов, чтобы они для них это представили, потому что главная миссия ректора, чтобы для студентов делать самое, что лучшее. Преподаватели сами, они уже взрослые, они стали добиться в жизни очень многое, но я считаю, главную миссию ректора университета Дангаринского в этом и выше, чтобы студентам было хорошо. Поэтому я не смог сразу перевести, скажем, вдохновляющая педагогика. Мы хотим, чтобы если вдруг среди тех будут желания, евристическая и вдохновляющая педагогика, я уже все, точно переводят, евристическая и вдохновляющая педагогика. я хотел бы поблагодарить вас за профессиональную возможность узнать о вашем опыте и желании сотрудничать. Я желаю успеху вашему университету, вашим студентам, преподавателям в дальнейшем успехов и, конечно же, удержания в этом просветительском, как сказать, факеле, которое вы держите и ваши, конечно, я уверен, и ваши преподаватели, вы имеете уже команду хорошую. Я надеюсь на наше будущее сотрудничество и межвужское сотрудничество в рамках Центральной Азии. Спасибо. Вы хотите сказать? Не скажу, сказать? Еще раз. Удачи вам. Наталья Тюмерская, большое спасибо. Наталья Тюмерская, Спасибо. Спасибо. Удачи вам. До свидания.